Делаем высокую концентрацию на этой области, где уже реализовано всеобщее спасение. И видим концентрацию всей этой макрообласти, она сведена в одну единую область, все перед нами, да, единый вариант развития всех счастливых событий будущего, обеспечена всем вечная жизнь. So, all the developments, all the areas have been centralized into one area where eternal life for all already exists. И вот начинаем работать, то есть мы начинаем смотреть, как эти управляющие системы будущего проявляются в реальности в виде света решенного вопроса. So, we see how in this area, in this future, there is a glow of already resolved, solved issue. Вот перед нами максимальная концентрация всего бесконечного будущего. И у нас земной шар вот в этой концентрации. So, in front of us, we have maximum concentration of the whole of future. So, we have image of our planet in front of us. И начинаем, как бы, раскрывать эти события, что те юридические вопросы решаются в пользу Григория Петровича, в нашу пользу. So, we open up that information that all legal cases, everything is resolved in favor of Григория Грабовой, in our favor. Мы видим эти бесконечные потоки, их бесконечно много. И они начинают проявляться в реальности конкретными событиями, которые нам необходимы. Помогаем юристу, который работает сейчас. So, we have infinite possibilities and infinite developments, and they're all centralized into one point. So, we see how our lawyers, everybody is helping us. Помогаем всем, кто работает в Википедии, по всем направлениям, которые дает Григорий Петрович для обеспечения вечной жизни всем. Мы видим, что все будущее, максимальная концентрация всего счастливого будущего проявляется в виде решения этих задач. So, we see that whole future is manifested as a solution for these objectives. So, we see this whole world, everything is centralized into one area. And that's the path of salvation, which is presented in the technologies of Григория Грабовой. Вот этих событий, например, да, как бы мы их не видели, а мы теперь их начинаем раскрывать. Будущее работает, будущее раскрывает. Тут же есть все решения. Мы раскрываем свет решения. Конкретные оптические раскрываем объемы, где потом можно детализировать и видеть реальные физические события. То есть, мы видим, что многокомпонентная система событий будущего сводится в реализацию вечной жизни. А как это? А это так, посредством создания системы глобального оповещения о том, что спаситель с нами. Добровольцы познакомятся с материалами. У них душа так открывается, что они однозначно видят это будущее. Все, мгновенно умеют. Юрист только начинает знакомиться с предоставленной ему информацией, душа сразу же как бы резонирует с этой информацией. Потому что это истина, которая есть в душе каждого человека. И у человека тоже открывается это будущее. И он и свои частные задачи уже умеет бесконечно хорошо решать. Только от того, что прикоснулся к материалам автора. Любой человек только прикоснулся к учению, он сразу умеет. Мгновенно, будущее-то открыто, а если человек видит макроспасение, значит он умеет решать очень хорошо частные задачи. И любой человек, который интерактив с этой информацией, он умеет решать очень хорошо решать. Если даже, допустим, человек на данном этапе противник, да, он как бы не понимает, ему же приходится прикасаться все равно, да, и у него тоже открывается, он становится сторонником. То есть мы видим, как работает счастливое будущее, которое очень многокомпонентное. Там столько решений, там бесконечно много. И вся эта бесконечность, вся эта вечность сводится к решению частных задач. Ой, извини, не частных, а целибы, которые мы поставили. Ну, частных тоже, да? Моника, приглашай юриста на занятия. Моника, invite your lawyer to our lessons. Yes, I invited her to the group for now, and she's very excited. And I asked for permission to the legal center to, in exchange of her services, to pay her by teaching her for free. And they said, okay, because I have no money to pay her. So, да, это, этот юрист будет учиться бесплатно, потому что будет работать, ну, юрист, как бы это бартер. Да, да. Если, и теперь мы вот раскрываем, и раскрываем управление, да? Как мы управляем? Из бесконечного будущего управляющие потоки раскрываются в текущей реальности. So, we control, we see that from the infinite future, these streams of information are all running into one central point. И работаем, раскрываем, если какие-то ситуации происходили, ну, у нас начинает открываться, в общем-то, вся реальность. Мы видим, что если какие-то ситуации происходили с людьми, какие-то биологические проблемы, то открываются чем? Решением. А если, например, там была смерть человека, мы видим, как работает будущее. Идет преобразование реальности в обратную сторону. То есть, это сразу же технология воскрешения, все будущее сконцентрировано, все методы, все технологии, абсолютно все. And if there was a biological problem, for example, death of a person, then we can see that there is a transformation into the opposite direction, which is already resurrection technology. И у нас сразу возникает очень много временных систем. То есть, да, вот там было такое-то, когда люди уходили, там, а все эти проблемы, да, ведь они же до будущего не доходят. Наоборот, будущее все это выводит на воскрешение, на исцеление, на норму, раскрываем будущее в текущем. Как прибор работает? Получается, все бесконечное будущее, оно проявляется у нас как бы в такую высокую концентрацию, как корневое решение имеем для всей цивилизации, для каждого отдельно взятого человека. Мы любую созидательную реальность через макроспасение мы раскрываем. Это только концентрация, это видеть эти потоки, этот свет и как он раскрывается. И мы, получается, с вами, как бы, знаете, создаем, раскрываем пространство, нормы, куда, где все создается. Мы видим много временных систем, а все они все равно, будущее, как бы, все сжимает и, как бы, обратный ход раскрывает на жизнь. Поэтому мы можем видеть много временных систем, и все, что все сжимает в обратную сторону, которая привлекает на жизнь. Ведь бесконечного будущего, счастливого, его несопоставимо больше, чем вообще всего прошлого, развития мира и человечества. И будущее, оно начинает отрабатывать в прошлом, начинает преобразовывать. Мы, как бы, всю реальность преобразовываем, выводим в норму. То есть воскрешение – это преобразование в обратную сторону. So, resurrection, it is the transformation into the opposite direction. Вопрос по поводу записи. Да, запись будет обязательно. И для этого, пожалуйста, напишите в чате ваши электронные адреса, чтобы можно было вам предоставить запись. Ну, и так как это со свободным входом у нас с вами занятие, то запись, она, в общем-то, она будет выставлена в свободном доступе. И поэтому мы с вами сразу же закладываем все, кому интересно эта тема. Как только начинают взаимодействовать, сразу же умеют делать макрообеспечение вечной жизни всем. И для того, чтобы получить входную ссылку на следующее занятие, тоже, пожалуйста, оставьте свои координаты, как пригласить вас. And also, if you would like to attend the next lesson also, please leave your contact details, so we know how to reach out to you. Ну, я вот свой контакт в фейсбуке я сдаю. So, here is a contact in фейсбуке for you. Итак, исходя, значит, так, и так вот сам процесс воскрешения тогда мы видим, что это просто выход людей в обычную жизнь. Нам нужно понимать, как бы вот эту технологичность будущего несопоставимо больше. И мы выводим именно всеобщее воскрешение всех и конкретных людей. Ну, здесь такая сила, в общем-то, реализация всеобщего воскрешения. So, here, for the realization of general resurrection, we need to concentrate on the fact that the entire infinite future is way, way, way bigger than the whole of past that we had so far. Мони, напиши, пожалуйста, свой skype в чате, потому что у нас есть skype-чат еще, где мы можем общаться, где предоставляются видеозаписи, и вы можете в этот чат присоединиться. Мони, can you also put here ID, not name, for the chat in skype, where people also can join, and I have access to video recordings and join the chats? Okay, give me a minute, I can go retrieve the link, and I'll put it on the chat, okay? Super. Я не поняла, да? Да, на силу сейчас. Решаем вопросы. Это, в общем-то, в этой системе важно все время вот эта концентрация впереди, на счастливом будущем, и как оно работает в текущем, как оно раскрывает необходимую нам целевую реальность. So, as you concentrate on that infinite future, you need to see how you are concentrating in that infinite future, but you need to see how here, in our reality, here, in this time, all these tasks, all the things that you need to resolve, they're getting resolved. И когда мы смотрим на систему всеобщего воскрешения, то мы видим, что же это такое. Да, это уровень жизни, идущий из того уровня, где существует только один вариант будущего. Я чуть запуталась, пока переводила. Система всеобщего воскрешения – это уровень жизни. So, system of general resurrection, it is the system of life. Уровень жизни, который идет откуда? И из уровня, где существует только один вариант развития бесконечного будущего. The level of life, which there is only one way of development, and that is eternal life. То, что мы с вами перед собой выделили, да, это вечная счастливая жизнь. Все будущее многокомпонентно в одну систему. Вечная счастливая жизнь. И получается воскрешение. Это уровень жизни, идущий вот отсюда, где только один вариант развития всего бесконечного будущего. Вообще любой информации, да, вечная счастливая жизнь. So, all we have in front of us, in that infinite future, there is only one way of development, that is eternal life. Значит, мы так рассматриваем систему всеобщего воскрешения. Жизнь, идущая только из одного варианта развития будущих событий. So, we see only a system of resurrection in one way, and that is life, which is moving in the system of future. Какой вариант? Всеобщее воскрешение, вечная жизнь. Других вариантов нет. And that means there is only one way, that's general resurrection and unhappy eternal life. И мы с вами уже выработали точное мышление по макроспасению. У нас все будущее проявлено в виде корневого такого решения для всего мира, для всего человечества. Вечная жизнь, всеобщее воскрешение. All our future is actually set on one level, that's general resurrection and eternal life. Получается, все прошлые времена, они как бы приходят как бы в норму, опять приходят к изначальному уровню вечной счастливой жизни и проявляются уже в реальности жизни. This means all past events, past lives, past information is manifested in the eternal, happy eternal life. Когда мы видим, что бесконечного будущего, ну просто несопоставимо больше там, чем всего вообще прошлого развития мира и человечества, и как оно отрабатывает, и это преобразовывает. So when we see how much bigger and the vast, the infinite future is compared to past events. И единичное, если мы рассматриваем воскрешение, то же самое, из этого же уровня и выход идет. And even if you are working on resurrection for one person, you see that everything is coming from this same level. Ну у нас тут сразу с вами возникает такой вопрос, а как же нам обеспечить людей работой, социальными системами, вот они же выходят. А мы тогда сразу для них раскрываем пространство, где уже все есть, есть что, ну в чем ходить, что кушать, где работать. Вот раскрываем и раскрываем, человек появляется, земля расширяется, счастье всеобщего прибавляет. И мы начинаем с вами создавать вместе с создателем. А мы же работаем оттуда, где мы умеем, вместе с ним, вместе со всеми людьми. Мы как будто из будущего реально начинаем создавать реальности. Вся реальность в нашем сознании объективного, ну как такового, не существует, неменяемого. Ну тогда начинаем, зная технологию, создавать. Все, что было разрушено, да? Воссоздаем в норме, здания, деревья, животных, людей, естественно, да? Все воссоздаем. Everything that has been destroyed will restore everything, bring to normal buildings, trees, animals, everything. И вот когда мы начинаем так работать, что вот у нас воскрешенный, у него работа, у него интересная жизнь, ну все ему очень классно. Чем больше этих процессов, что люди приходят устраиваться на работу, да, все нормально, тем благоприятнее и лучше работа для всех категорий земных профессий. Итак, мы сегодня с вами получили образование, что получается одно центральное действие, которое мы научились выявлять, приводит к всеобщему улучшению. So we have learned today that one central action that is proceeded brings to one general improvement. Это просто мы получили образование, как смотреть на мир, как он создается. Вообще-то по факту так. Многокомпонентная система будущего сводится всегда только к одному – вечной счастливой всеобщей жизни. Мы имеем всего лишь одно решение – вечная счастливая жизнь. И вот это одно центральное действие приводит сразу к всеобщему улучшению. Что бы мы здесь не восприняли, да, в этом центральном уровне, какую бы не развили хорошую информацию по любому вопросу, для всех глобальное улучшение этого уровня. So this means multi-component systems, they're all centralized into one level, and that is the solution for all, micro-solution for all. И вот мы начинаем, да, с вами понимать вот это счастье действия Бога, как Бог действует, когда сразу для всех, всеобъемность вот этого действия, всеобщего спасения. So that we can understand and see how, how Creator works when he does for all at the same time, general salvation, salvation for all. Ну хорошо, на сегодня вся информация. That's all for today. Всем большое спасибо. Thank you all so much. Какие у вас будут результаты, пожалуйста, пишите. Нам нужно ввести фактологию всеобщего воскрешения, фактологию эффективности технологии спасения Григория Гробового. Whatever results you have, we are collecting testimonials, evidence of your progress, achievements. Please do share. На следующую пятницу. Давайте так. Мы или по этой лекции дальше будем работать, или уже перейдем, допустим, к патентам, к изучению прибора. Как вы хотите. So, from next lesson, стоит вообще начинать что-то новое на следующей неделе, потом будет три недели перерыв. Хорошо, тогда продолжим, да, Даниль? Хорошо. Все, всем большое спасибо. So, thank you all so much. До свидания. Goodbye. 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 Продолжение следует...